В полуфинал вышло 4 команды. Спортсмены 16, 21, 32 цехов и студенты многопрофильного техникума. В матче за третье место сразились футболисты прокатного комплекса ВСМПО и цеха номер 21. По результатам двух таймов по 20 минут с явным преимуществом прокатчики обошли Кузнецов со счетом 7-0. Напомним, что в прошлом году работники 16-го завоевали кубок первенства по футболу. Но на этот раз ребятам чуть-чуть не хватило до победы и они заняли третье место в футбольных соревнованиях. Но бронзовые призеры не уходили с поля в ожидании финала. И вот решающий матч. В финале студенты многопрофильного техникума и команда цеха 32. В команде ВСМТ наш? Привет! В команде соперника наш? Привет! Обе сборные, оставив за плечами только победы в цеховых футбольных матчах, были хорошо натренированы. Поэтому играли шустро. С обеих сторон было зафиксировано много голевых моментов. Хорошо сыграли вратари, которые не допускали мяч до сетки, ловко отбивая его. А иной раз спортсмены настолько сильно пинали по мячу, что он вылетал к административному корпусу или далеко за ограждение стадиона. Берите, блядь! Запасных мячей на поле не оказалось. Пока искали мяч, судья останавливал время. А спортсмены пользовались случаем, чтобы передохнуть. Во время второго тайма спортсмены активизировались, ведь счет по-прежнему был 0-0. Со стороны цеха номер 32 было даже зафиксировано нарушение, когда студенты пытались атаковать ворота плавильщиков. Атаки на последних минутах заключительного тайма не принесли результатов. В основное время игра закончилась в ничью. И вот зрители потянулись ближе к центру поля. Это значит, что судья назначил серию пенальти. Штрафной с 9 метров пробивали по очереди. Спортсменам из 32-го удалось забить 4 раза. Студентам немного не повезло, и они реализовали лишь два мяча. В итоге 4-2 в пользу команды цеха номер 32. Кубок победителя первенства по футболу уехал в плавильный комплекс нашего предприятия. Лидеры футбольных соревнований поделились своими впечатлениями от игры и выразили некоторые пожелания. Ну, хотелось, чтобы, конечно, руководство уделяло больше внимания, ну, как-то вот по освобождению, по этим. Ну, чтобы, то ребята приходят, вот, бывает просто, с работы не отпускают. Поэтому, ну, больше бы людей было, которые лучше играют в футбол, было бы немного интереснее. Почему в основное время не получалось забить? Ну, не хватало замен. Ребят тоже вот с работы не отпустили. И это, что, играть с шестером против молодых ребят тяжело. С какими цехами было сложнее всего играть? Ну, наш извечный соперник 16-й цех. Хорошо, что победили. Повезло, что отбил пенальти. Так получилось. Как будете победу отмечать, праздновать? Никак, на работу завтра. Серебряные призеры первенства, студенты многопрофильного техникума, в «Спартаке» и «Адивус-МПУ» участвуют второй год и уже стойко держатся в первой тройке турнирной таблицы. Мы в этом году по мини-футболу заняли первое место. Обыграли 35-й цех с счетом 4-3. В этом году тоже надеялись на первое место. Но вот и получилось. Ну, как говорится, пенальти на удачу. В основное время? В основное время сыграли 0-0. Но игра была равная. Эта игра – предпоследний вид соревнований, идущий в зачет «Спартаке Ады». Точки над «И» расставит осенний кросс, который состоится в сентябре. В преддверии этих соревнований участники «Спартаке Ады» не расслабляются, а активно проводят время на стадионе «Старт», тестируя себя на легкоатлетических дорожках.